Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 23 октября Святая Церковь празднует память святаго-преподобного Амвросия Оптинского. Этот святой преподобный угодник Господень родился в 1812 году, в ноябре. Его жизнь, можно сказать, интересна тем, что он не сразу стал таким великим старцем Оптиной пустыни, которую мы сейчас с вами сегодня и узнаем, этого великого святого. Все началось с того, что этот великий угодник Божий был простым мирянином, выучился, закончил семинарию духовную, закончил многие другие учебные заведения, стал очень образованным человеком, но по какой-то причине отложил свое рукоположение, так давайте скажем, и стал просто мирским учителем в одной помещичьей семье, он был преподавателем и жил, и преподавал непосредственно в этой семье, и, скорее всего, он преподавал и в других наручебных заведениях. И получается то, что его великая миссия откладывалась. Но проходит определенное время, и он очень сильно заболевает. И, конечно же, это не просто было заболевание, мы с вами должны понимать это прекрасно, а, конечно же, это было послание от Господа Бога нашего Иисуса Христа о том, что Господь его призывает на великое служение Церкви, на служение Богу. И вот эта болезнь, тяжелейшая болезнь, которая у него была, она дала себе знать. И, конечно же, тогда еще в миру Александр, он дает обещание Господу Богу о том, что он пострижется в монахе, и что посвятит полностью свою жизнь, изменит ее, именно посвятит ее Господу Богу во служении. Опять-таки же, проходит время, он тянул с пострижением, потому что никак не мог определиться, он никак не мог решиться на это. И в один из прекрасных дней, пребывая в одной из речек, при журчании, он услышал слова «славите Бога, хвалите Бога». И потом вот эти слова настолько проникли в его душу и сердце, и в разум, что он, конечно же, начал молить Пресвятую Богородицу о том, чтобы Пресвятая Богородица вразумила его, укрепила, помогла ему с этим решением. И проходит время, он обращается к одному из старцев, и ему советуют поехать в Оптину пустынь, где он обретил все то необходимое. И приезжая, прибыв в эту пустынь великую, в это великое место святое, его встречают очень тепло, тогдашние старцы встречают его тепло, и он принимает монашество с именем Амвросии, в честь Амвросии Медиаланского, епископа Медиаланского. Это был, еще раз повторяюсь, интересный человек. Он был очень начитанным, был очень образованным монахом, давайте скажем так. И причем сначала был просто монахом, потом мы в ближайшее время возвели в сан Ира Дьякона, потом в священнический сан Ира Монаха. Он вел подвижнический образ жизни. Он помогал при Оптине тем, что там была редакция, и он помогал в этой редакции. Мы знаем, что Оптина пустынь в то время тоже была на расцвете своих сил, и в ней было очень много разносторонних действий, так скажем. То есть были и рыболовства, были какие-то другие труды, и, конечно же, была своя редакция. А ведь мы с вами знаем, что все-таки в то время, хоть и XIX век, но мы должны с вами понимать то, что не всегда не каждый мог себе позволить, даже редакцию, не каждый мог позволить себе книгу, ведь раньше книга – это было огромным сокровищем, которое хранили, которое оберегали, по которым, конечно же, и просвещались. И вот таким сокровищем, конечно же, не книжечкой, но таким столпом молитвенности был, конечно же, преподобный Абросий Оптинский. Все старцы, которые непосредственно пребывали на семь месте, «Оптинный путь» назывались «Оптинами». И Абросий Оптинский, конечно же, всю жизнь посвятил тому, чтобы к нему стекались множество людей, чтобы он многих просвещал, многим он помогал. Мы знаем, что все эти великие люди, эти преподобные, которые сподобились великой этой жизни, совершали чудеса не только после своей кончины на этой земле, но, конечно же, совершали и при жизни. И после долгих трудов, которые он посвятил свою оставшуюся жизнь, он посвятил, конечно же, свою жизнь образованию еще одной обители, это в Шамордина, это именно женской обители. И здесь можно сделать сравнение, что преподобный Абросий Оптинский, как преподобный Серафим Саровский, тоже окормлял эту женскую обитель, в которой тоже находилось более тысячи насельниц. Это только были монахини. И еще, включаясь туда, богодельни и многие другие здания, это были и приюты, и так далее, и тому подобное. То есть можно представить, что монастырь жил своей такой большой духовной жизнью, просвещенческой жизнью, и он окормлял вот эту обитель. Но, конечно же, не обошлось без того, что здоровье отца Амвросия, конечно же, уже подрывалось. Он ослабевал с каждым днем. И он все медленно с тем, что его вызывали уже, конечно же, в епархию, но он уже не мог поехать, так как с каждым днем становилось все хуже. И, конечно же, тогда преосвященнейший архиерей сам решил поехать и, так сказать, наверное, давайте в кавычках дать наставление отцу Амвросию о том, что он медлит с тем, что нужно уже открывать эту обитель святую. И на полпути он узнает из телеграммы, что в 1891 году, как раз в этом, этого года, да, 1891-го, отец Амвросий почил о Господе. То есть чуть-чуть не успел он закончить все великое дело, как, в общем-то, чуть-чуть не успел и преподобный Серафим Саровский. Они оба таких великих старц, да, таких столпа, которые помогли организовать, да, сотворить эту великую, эти великие свои обители, преподобный Серафим Саровский в Дивеево, а преподобный Амвросий Оптинский, конечно же, в Шамордина. И сие обители были тоже прославлены. И мы знаем, что если уже окормлялись такими старцами, конечно же, для нас это тоже, как и история, как и молитвенность, для нас это важно. Поэтому даже сам архиерей, когда узнав об этом, он сказал, что не должно архиерей отпевать, конечно же, простых монахов, но, как сказал Владыка сам, это особенный иеромонах, я сам его отпою. Вот насколько Амвросий, преподобный отче Амвросий, сподобился, чтобы сам правящий архиерей отпевал такого недостойнейшего иеромонаха. И поэтому для нас это особо важное событие, которое мы не должны тоже забывать, ведь у нас столько тоже святых, по миру их очень много, но и наша святая Русь оставила огромное количество тех святых, к которым мы можем молиться, к которым мы должны прибегать за молитвенной помощью, о своих нуждах и печалях. Ведь каждый из нас тоже обретает в своей жизни при молитве все то необходимое, что нам нужно. И поэтому, молясь преподобному Гроссию Оптинскому, тоже ведь будем стараться возносить ему молитвы о том, чтобы он помолился за нас у престола Божьей славы, за то, что мы с вами обрели все то необходимое здесь, на этой земле. Спасовознесенский кафедральный собор города Ульяновска был возрожден уже в 21-м столетии. Его можно назвать архитектурной жемчужиной. Расположенный на улице Минаева, храм просматривается с разных точек города. Взгляд невольно останавливается на нем. Своими золотыми главками и голубыми стенами он будто устремляется к небу. Буквально за несколько лет собор превратился в религиозно-духовный центр, куда потянулись православные верующие с всей Ульяновской области. Идея воссоздания Спасовознесенского собора долго обсуждалась в Симбирской ефархии, наверное, сразу после восстановления самой церкви в городе Ульяновске, после прекращения гонений в 1988 году. Инициатором этого воссоздания были епископ Ульяновский и Меликенский тогда, епископ Прокол и протодиакон Алексей Скала, впоследствии протеерей и первый настоятель этого прихода. История Спасовознесенского собора уходит своими корнями не в одно столетие истории нашего города. Впервые об этом храме стало известно в XVII веке. В 1729 году, когда город входил своим церковным подчинением в Казанскую епархию, по распоряжению казанского митрополита Маркела на месте деревянной церкви в Симбирске был выстроен каменный храм, ставший в 1844 году соборным. Но на тот момент собор находился на пересечении улиц Большой Саратовской и Московской, ныне Гончарова и Ленина. Среди его прихожан был блаженный Андрей Симбирский. Возрождение собора прототипа прежнего началось в начале 1990-х годов под руководством протодиакона Алексия Скалы. По его призыву уже на новом месте, потому что старое место Вознесенского собора было занято, и никто не мог уже расчистить здание на этой улице, носящее имя Ленина. Оно поэтому было перенесено на улицу Минаева. И решением мэра города Сергея Ермакова в октябре месяце 1993 года начато строительство вновь воссоздаваемого храма. Проект нового варианта собора по вдохновению идеям и призывам инициатора этого строительства Алексия Скалы был создан архитекторами Александром Ильяйлой Варюхинами уже к 1994 году. Отец Алексий хотел, чтобы новый собор был построен в стиле старых симбирских церквей и предложил взять за образец прежний Спасовознесенский собор. В качестве прототипа также послужил Никола Богоевленский морской собор Санкт-Петербурга. В день праздника Вознесения Господня 9 июня 1994 года состоялось освещение места под собор и был установлен закладной камень. В следующих годах был вырыт котлован будущего собора, забиты свая, но из-за тяжелой экономической ситуации в стране строительство было приостановлено. Забор простоял 10 лет. Долгое время на месте храма находился только котлован с торчащими из него сваями. Для того, чтобы строительство все-таки продолжалось, отец Алексей принял решение построить рядом здесь же другой малый храм. Это храм всех святых. Для того, чтобы молитвы, которые совершаются на этом месте, и прихожане, которые сюда приходят своей духовной жизнью, оживляли это строительство и давали ему новый импульс движения. Маленький деревянный храм строили всем миром. Профессиональных строителей не было. Большую помощь оказалось имбирское казачество. И в 95-м году отец Алексей встречу с нами, с казаками, предложил нам начать строительство всех святского храма. Это был первый этап стройки здесь, на симбирской земле. Еще не было никаких здесь, в соборе, ни зданий, ничего. Был только колышки, забор, и мы переносили деревья, и их не испиливали, не выкапывали. Здесь был парк. В 98-м году, к сожалению, вся эта стройка маленько затормозилась, когда получился деполт. Хотя храм всех святский, он уже за 9 месяцев, мы его построили и проходил в нем служба. Тем временем в Ульяновске произошло еще одно важное событие. Обнаружены и обретены мощи блаженного Андрея, Христа ради Юродивого. Михаил Паснов был одним из главных участников этого события. В 98-м году, 3 июня, было обретение этих мощей. Это при скоплении где-то около 7-8 тысяч, я имею в виду, самих ульяновцев, плюс были с других областей. Три архиереи были ближайшие, ну, ныне покойный владыка Прокл и еще ряд архиереев. Ну, мне вот довелось, я считаю, что это большая честь, именно поднять вот эти гроб, останки, вернее, мощи сами блаженного Андрея наверх, где священство приняло их и перенесены они были в тогда еще Всехсвятский храм. Строительство собора возобновилось в 2006 году. Возглавивший на тот момент Ульяновскую область губернатор Сергей Морозов твердо сказал, что собор будет достроен. Нашлись и меценаты, и основной спонсор. С особой благодарностью принимались средства от простых людей, приносивших деньги не от избытка, а от понимания значимости затеянного великого дела. Понятно, что строительство храмов – это дело очень дорогое. Государство почти не финансировало это строительство, и владыка Прокол и протеерей Алексей обращались к самым разным меценатам и к народу с просьбой о сборе средств на строительство храма. Бабушки отдавали копейки со своих пенсий, и кто-то из богатых и успешных людей нашего города жертвовал значительные суммы. По слухам, даже римский папа Иоанн Павел II отозвался на просьбу отца Алексея и прислал какую-то сумму. Это был единственный случай в истории, когда римский папа пожертвовал что-то на строительство православного храма. Храм венчает колокольней высотой в 50 метров. В 2009 году ее украсили 10 колоколов. Они были отлиты на одном из заводов города Каменск-Уральский на деньги одного из предпринимателей Димитровграда. Самый весомый из колоколов – более 6 тонн. Строительство велось силами местных специалистов. Отец Алексей сам во все вникал и строго следил за ходом работ. К сожалению, он не дожил до долгожданного дня, когда собор распахнул двери для молящихся. В 2012 году протеерей Алексей Скала скончался на 51-м году жизни. В 2014 году Симбирскую епархию возглавил митрополит Феофан. Он приложил много усилий к завершению строительства собора. К тому времени были уже возведены стены. Необходимо было закончить внутреннее убранство и подготовить собор к богослужению. Первую божественную литургию в кафедральном соборе митрополит Симбирский новоспасский Феофан совершил 10 декабря 2014 года, в день памяти блаженного Андрея Симбирского чудотворца. Год за годом, уже можно сказать, десятилетия за десятилетием, стараниями многих людей и строителей, и меценатов, таких как Михаил Урясов, Алексей Батраков, Александр Буцериев и многих-многих других, стены собора постепенно поднялись. Он стал самым большим церковным зданием нашего города. Его ширина около 30 метров по фронту, а длина вместе с алтарной частью более 40 метров. 21 мая 2015 года в праздник Вознесения Господня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения, спас Вознесенского кафедрального собора и божественную литургию в новоосвященном храме. Также в левый предел собора были перенесены мощи небесного покровителя нашего города, Блаженного Андрея Симбирского. Многие специально приезжают из других городов для того, чтобы помолиться у мощей Блаженного Андрея и спросить себя небесной помощи, и всегда ее получают. Сегодня Спасовознесенский кафедральный собор – главная святыня нашего города. Это наш памятник веры. Именно он напоминает нам, что наш народ силен своей верой и способен совершать духовные подвиги ради светлого будущего. К нам на почту поступил вопрос. Что такое псалтирь и когда ее читают? Начнем саму историю создания псалтири. Псалтирь, во-первых, это одна из книг, которая включается в состав Ветхого Завета. Основным составителем псалтири является царь и пророк Давид. Ему приписываются все эти 150 псалмов и плюс один псалом самому автору. Но мы знаем о том, что не все псалмы, конечно же, написал пророк Давид. Но ему они, конечно же, как автору приписываются в общее количество всех этих псалмов. Сама псалтирь делится на кафизмы. Кафизмы – это, можно сказать, такой набор из трех, шести или девяти псалмов, которые включаются в эту кафизму. Поэтому, когда мы с вами сможем наблюдать книги, которые сейчас напечатаются, печатаются, это может быть отдельный псалтирь, это может быть в молитвослове, то мы видим, что вся эта псалтирь поделена на 20 кафизм. И поэтому сама история создания псалтири начинается с того, что сам пророк и царь Давид играл на специальном инструменте. Он называется по-разному. Либо псалло, как с греческого, и псалтирион – струнный инструмент, или же, можно назвать, что играл на арфе, или же, как говорили еще, на гуслях. То есть, псалтирь, она, можно сказать, сколько ни читается, а больше всего она поется. Поэтому мы с вами видим еще такую интересную тенденцию, когда псалтирь включается в богослужебный круг. Когда мы совершаем определенные службы, то, конечно же, псалтирь включается в нее. Например, возьмем обычные вечерние богослужения или всеночные бдения, то, конечно же, мы видим с самого начала, ведь всеночный день начинается с девятого часа, и на девятом часе уже мы видим и слышим произношение псалмов. Также из псалмов берутся стихи. То есть, какие стихи? Это стихи могут быть напрокимны, когда мы с вами слышим, либо диакон, либо сам священник возглашает с алтаря, или же, когда на вечернем богослужении батюшки выходят на поле елей, то обязательно возглашается прокимен того или иного дня, или святого, или же, конечно же, гласа, которому посвящается данная богослужебная седьмица. И все это, конечно же, мы слышим из псалтири. Именно оттуда все стихословия и берутся. Но это не только прокимны. Также мы слышим, когда с вами стоим на вечернем богослужении. Одно из частей богослужения вечернего – это шестопсалме, которая начинается после того, как заканчивается вечерняя, начинается возгласом утренняя слава святей, и начинается чтение шестопсалме. То есть, шесть псалмов, которые тоже включены в это шестопсалме, тоже читаются. И причем читаются не просто, а с благоговением. В это время, даже если мы с вами, кто присутствует на вечернем богослужении, знает, с каким благоговением и с каким такой молчаливостью, да, и с каким усердием мы с вами стоим и молимся во время этого шестопсалме. Потому что вот даже взять на Афоне, шестопсалме читается в полной темноте и наизусть. И причем читается, не читается, а даже, ну, так сказать, давайте там, так скажем, читается с распевом, практически поется. Вот отсюда идет, что псалтирь – это сборник из 150 псалмов, которые в большинстве своем поются. И поэтому, когда же мы можем читать псалтирь, например, не только же в храме мы ее слышим, правильно, а мы должны ведь еще и дома хотели бы почитать. Конечно же, сейчас очень много книг, посвященных псалтире, как я уже повторяюсь, сама псалтирь, она может быть как по усопшему, так и о здравии. Но давайте с вами, дорогие братья и сестры, не будем путать, что вот есть псалтирь только о здравии, есть псалтирь только за упокой. Псалтирь – она одна. А вот молитвы, которые дополнительно мы можем включать в состав псалтири, когда мы ее читаем, это может быть либо за здравие, либо, конечно же, за упокой. И дома псалтирь можно читать, конечно же, не надо читать сразу все 20 кофизм в день, это, конечно же, будет очень тяжело. Читаем мы понемногу, читаем мы с благоговением, читаем мы ее самое главное, с чем? С интонацией, и чтобы мы понимали, с пониманием читать мы должны эти святые слова, слова, которые были написаны еще до пришествия Спасителя. И мы в сегодняшнем дне имеем такую великую радость, чтобы читать и, можно сказать, даже в какой-то мере пропевать эту псалтирь дома. И читать ее можно в любое время, и тогда, когда у нас есть силы на это. Можно читать понемногу, можно читать по одной кофизме в день, как обычно это делается. Если, например, человеку очень тяжело читать много текстов, можно читать одну псалтирь. Кто более уже опытен в таких вопросах и в такой молитвенности, конечно же, читает от одной до трех, и четырех и более кофизм. Но это, опять-таки же, если позволяют, как физически, но самое главное, духовные силы. Потому что мы должны читать не просто слова молитвенного текста, но должны с мыслью понимать эти слова. Можно прочитать всего одну кофизму в день, но прочитать ее так, что мы будем с вами все знать, все понимать, конечно же, со смыслом молиться этой псалтирию. А можно прочитать, конечно же, и пять кофизм. Но как их прочитать? Не с благоговением, прочитать простым текстом. Просто пробежались, какие-то слова и буквы черно-по-белому увидели, прочитали, закрыли книжечку, и вроде что-то запомнили, что-то нет. Нет, конечно же. Читать нужно помалу, но с молитвою, конечно же, и с вниманием. Также мы с вами можем видеть, что псалтирь сейчас разделена. Есть, например, уделены особые псалмы, такие, как покаянные, такие, как оградительные. То есть, псалмы посвящены непосредственно от того, чтобы ограждать от видимых и невидимых врагов. А именно для того, чтобы покаяться, покаянные псалмы. Сейчас, если открываем современный, большой, полный, как мы его называем, молитва слов, мы с вами увидим такую картину. Есть псалмы на то, чтобы в семье была любовь и не было неурядиц, чтобы хорошо учились дети, чтобы было здоровье, так и дали, тому подобное. Все это посвящено именно из книги Псалтири. Раньше, до революционного времени, служилась, была, как говорится, одна только книга о певчих, она называлась «Следованная псалтирь». В ней было все то необходимое, что нужно было для совершения как вечернего, так и утреннего богослужения. И все это там включалось. Конечно же, и саму Псалтирь включала. Поэтому, дорогие братья и сестры, хочу вам сердечно пожелать, чтобы, читая Псалтирь или слушая ее в храме, конечно же, не забывали о том, что мы должны слушать не только ушами, но самое главное – это слышать и чувствовать своим сердцем. Потому что, ибо сердце есть центр нашего духовного составляющего. Именно душой мы должны с вами слушать и вникать в слова и мысли прочитанного какого-то псалма. И даже вот есть такие псалмы, посвященные непосредственно Богородице. Есть псалмы, которые можно читать на каждый день. Прямо так и называется Псалтирь на каждый день. Там уделяется один какой-то определенный псалом на данный день. Его можно читать либо утром, когда мы с вами совершаем утренние правила, читаем, либо в течение дня его прочитать. Вот. Также мы с вами знаем особую практику, когда кто-то из наших родных и близких уже почил о Господе, или же кто-то у нас с вами умер. И, конечно же, мы в течение 40 дней читаем Псалтирь. Это очень задаваемый вопрос, а как нужно, сколько можно читать? Читать нужно столько, сколько ты сможешь по своим силам. Это очень важно. Не надо читать, еще раз повторяюсь, там чуть не всю Псалтирь за целый день. Вы можете разделить ее на несколько дней, и тем самым вы будете с пониманием, с благоговением читать эту Псалтирь по усопшим, или же о здравии, просто меняя молитвы. Заместо за упокойных мы, конечно же, читаем за здравие. И вот такими темпами, вот такими ступенечками, да, мы с вами сможем, конечно же, обрести всю ту благодать Господню и все то необходимое, что нам не хватает в нашей жизни. Потому что именно Псалтирь это тоже тот хлеб насущный, которому мы должны тоже насыщаться и просвещаться. И тем самым мы все более и более будем со смыслом понимать слова данных Псалмов, которые нам с вами оставил Псалмопевец, Царь и Пророк Давид. Храни вас все, Господи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok